Германия давит на Литву из-за транзита в Калининградскую область, Лавров заявил о новом железном занавесе, а путинские ракеты поразили жилые дома в Одесской области. Аптека Пирогова и вот Делика Стрейкин магазин, туда ракета попала. Вон там люди трупы выносят кучу погибших. Всю неделю продолжаются ракетные обстрелы мирных украинских городов. Ночью российские войска нанесли удар по поселку Сергеевка Одесской области. Самолеты Ту-22 поднялись в воздух из Крыма и выпустили три ракеты Ха-22. Ракеты попали в жилую многоэтажку и две базы отдыха. Сейчас продолжается разбор завалов, однако уже известно о 18 погибших, среди которых двое детей. Ранен 31 человек, включая детей и беременную женщину. Удар был нанесен теми же ракетами, что и по торговому центру в Кременчуге. Это очень старые токсичные ракеты, но главное, они совершенно не точные. Радиус отклонения от цели у них достигает нескольких десятков метров. Они предназначены для поражения боевых кораблей и точно применять их по военным объектам просто невозможно. Этот ракетный удар очень похож на месть Путина за вчерашнее отступление с острова Змеиной. На самом острове вчера весь день продолжала гореть техника. Это видно со спутниковых снимков. Украинский штаб сообщает, что планирует вернуть физическое присутствие на острове, пока не ясно, как скоро это получится. Тем временем российские войска добились успехов в районе Лисичанска. Были проведены успешные операции в пределах Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и вокруг самого города. Часть территории НПЗ теперь под захватом российской армии. Продолжаются попытки окружить сам Лисичанск. Появляются первые кадры российских войск на подступах к городу. Однако его штурм еще не начался. Украинские войска продолжают затяжные бои на Криворужском направлении в Херсонской области. Вчера сообщили об освобождении деревни Потемкино. Это на границе с Днепропетровской областью, недалеко от Зеленодольска. Бои в этих местах идут уже несколько месяцев, но линия фронта остается стабильной. Вчера закончился саммит НАТО в Мадриде. По итогам страны-участницы договорились поддерживать Украину столько, сколько потребуется. А Байден объявил, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В том числе отправят туда артиллерию и системы ПВО. Канада вчера же заявила, что поставит в Украину 39 БТР Супер Байсон. Они оборудованы пулеметом и могут перевозить до 8 человек десанта. Немецкое издание Шпигель пишет, что Германия давит на Литву и требует разрешить транзит санкционных товаров в Калининград. Германия это делает, потому что боится эскалации конфликта Евросоюза с Россией. Ранее Рейтерс уже писал, что европейские чиновники стремятся к компромиссу в этом вопросе. Будем следить за развитием событий. Австралия вела санкции против 16 россиян. Среди них Алина Кабаева и несколько родственников Путина. А именно его двоюродный брат и двоюродные племянники. Хотя Кабаева тоже в каком-то смысле можно родственницей назвать. ЕСПЧ потребовала от России сохранить жизнь двум пленным британцам, которые в самопровозглашенный ДНР приговорили к смертной казни. Однако Россия недавно приняла закон, который позволяет ей, во-первых, не исполнять решение ЕСПЧ, ну а во-вторых, в России делают вид, что ДНР это что-то самостоятельное. Я по-прежнему надеюсь, что пленных в итоге обменяют, что мы вчера видели на примере защитников Азов-Сталя. Но пока их судьба под вопросом. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией. Это реакция на то, что Сирия признала независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, Украина ведет против Сирии торговые эмбарго и другие санкции. Также Украина с сегодняшнего дня ввела визовый режим для россиян. За визами можно обратиться в центры ВФС Глобал в восьми российских городах или в украинские консульства за границей. Но получение визы еще даже не гарантирует въезда в страну. К сожалению, от тех, кто въезжает в Украину на танках, эта мера не защитит. Но сама по себе она совершенно правильная и логичная. Сергей Лавров посетил Беларусь. Там он встретился с Лукашенко. Они поговорили в том числе про ядерное оружие. И Лукашенко заявил, что Россия должна быть готова его применить. Мы должны быть готовы. 41-й год, когда мы думали, что верили. Поэтому мы верим. Но мы должны поры удержаться сухим. По всем направлениям. А сам Лавров на пресс-конференции сказал, что Запад опускает железный занавес между собой и Россией. Что касается железного занавеса, я согласен с Владимиром Владимировичем. Он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен. Чтобы ничего себе не прищемили. А ничего, чтобы Путин своими действиями всю страну прищемил. Россия сама начала опускать этот занавес, когда развязала войну. Вообще к этому нужно серьезно относиться. Реальность такова, что железный занавес опускается постепенно. И через год будет еще хуже, потом еще хуже и еще. И вот мы и окажемся в Северной Корее уже в чистом виде. Посла Великобритании вызвали в российский МИД и заявили ей протест из-за оскорбительной риторики британских властей. Видимо, речь про заявление Джонсона о том, что если бы Путин был женщиной, то он не вторгся бы в Украину. Может, у Путина какие-то комплексы, какие-то зоновские представления о чести и для него реально оскорбительны в сравнении с женщиной. Я не знаю. А вот в Новоржевском районе Псковской области прошел митинг в поддержку армии. И на нем выступили дети с автоматами. Шесть! Семь! Восемь! Группа направо! К автомату повернули голову! Во! Раз! Два! Вежливые люди! Новоржев, где аплодисменты? Такое развлекательное мероприятие! Где аплодисменты? Ранее глава того же Новоржевского района запретила вешать на Дом культуры буквы В и З. Вот такие, видимо, ей передали привет какой-то, что ли. А в Ростове-на-Дону за дискредитацию российской армии оштрафовали Черного мага, участника шоу-битвы экстрасенсов. Вообще, зная, как кремли относятся ко всяким колдунам и шаманам, еще удивляюсь, что он так дешево отделался. Повезло, что Путин в нем не увидел личную угрозу, как шамане Габашеве. У нас, кстати, выходил на канале сюжет про Путина и магию. Посмотрите, если еще не видели. Навальный написал пост о том, как устроена жизнь в его новой колонии. Рассказал про шестиметровый забор, про колонку, из которой играют песни про ФСБ. Про то, как ему приходится по несколько часов сидеть на лавке под портретом Путина. Как по семь часов приходится сидеть за табуреткой у швейного станка. Описал другие вещи, как всегда, правда, с юмором, хотя это все ужасно по сути. Почитайте пост у него в инстаграме. А московский театр Google Center отыграл вчера свой последний спектакль. И перед зрителями по видеосвязи выступил основатель театра Кирилл Серебренников. Он произнес правильные слова, давайте их послушаем. Мы верим в то, что война закончится, что Россия станет свободной. Именно ради этого мы работаем. Но этого нельзя просто ждать. Надо каждый день что-то делать, чтобы это приблизить. Например, распространять правдивую информацию, переубеждать тех, кто верит в пропаганде. Поставьте лайк под этим видео. Напишите комментарий. Пусть этот выпуск увидит больше людей, у которых все не так однозначно. Не пропустите в 19 часов вечерний стрим. А мы увидимся завтра в передаче «Военное положение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова